Над Молдовой снова нависла угроза остаться без голубого топлива. Накануне Газпром объявил, что наша страна не выполнила положение контракта и не оплатила в срок текущие долги за октябрь и аванс за ноябрь. На решение вопроса, цена которому 1 миллиард 300 миллионов леев, властям дано 48 часов. Руководство республики, как и летом, сначала твердило, что это проблема Молдова-Газ, а к вечеру нашло, откуда взять деньги. Правда, к сроку не успеют. Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей. Очередной срок текущих платежей сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим, сегодня Газпром уведомил молдавскую сторону в соответствии с условиями контракта о том, что через 48 часов поставки газа Молдовы будут остановлены. Газпром крайне разочарован невыполнением Молдовы и своих контрактных обязательств. В компании Молдова-Газ подтвердили, есть такой пункт в договоре. Пояснили, дефицит платежного баланса сформировался из-за того, что в октябре газ покупали по 800 долларов, а населению продавали по 150. А в соглашении еще указывается, что Молдова должна оплатить половину суммы за ноябрь авансом, а ведь эти деньги от потребителей поступят на счета предприятия только в декабре, после того, как потребители оплатят счета за ноябрь. Молдова-Газ попросил помощи у правительства еще в первых числах этого месяца. Долг накопился немалый – 74 миллиона долларов или миллиард 300 миллионов в леях. На второй день после предупреждения Газпрома власти заявили, что нашли деньги в компании «Энергоком». Только для этого нужно внести поправки в бюджет, и это возможно лишь 25 ноября, а газ обещают отключить 24-го. Молдова-Газ «Энергоком» Молдовская сторона в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям утвердит решение о выделении дополнительных финансовых источников для оплаты потребителями на правом берегу Днистра расходов на газ за октябрь и ноябрь. Молдова-Газпрома «Энергоком» Молдова-Газпрома «Энергоком» Молдова-Газпрома «Энергоком» В прошлом месяце Кишинев ввел чрезвычайное положение в связи с газовым кризисом. В конце октября был подписан газовый контракт сроком на 5 лет по цене 450 долларов за 1000 кубометров. Впоследствии тариф для конечных потребителей был увеличен до 11 леев и 8 банов.